Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Свободный диалог». Вторая древнейшая, так некоторые политики и общественные деятели называют профессию журналиста. Но обычные горожане с этим не согласны. Потому что именно журналисты раскрывают всю суть социальной, экономической и политической жизни страны. А работники средств массовой информации являются связующим звеном между властью и народом. Ведут просветительскую, образовательную и благотворительную работу. А это никак не тянет на второстепенные роли. Об этом мы поговорим с Ириной Александровной Шпак, начальником управления прессой и информацией администрации Артемовского городского округа. Здравствуйте, Ирина Александровна! Добрый день, Александр Иванович! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Повод для нашей встречи, весьма подходящий, 13 января, отмечается День печати. Что для вас означает этот праздник? Всегда на протяжении многих лет, всех вот этих лет, это был очень замечательный всегда праздник. И он остается таким. Это праздник, наверное, единения, объединения нас всех, журналистов, несмотря на разные политические взгляды, несмотря на не только политические, а вообще и отношения к жизни, и разные издания. Мы привыкли в этот день собираться все вместе, не только печатные СМИ, да, вы прекрасно знаете об этом, Александр Иванович, мы собираемся всегда, журналисты, работники всех изданий, средств массовой информации, все вместе, коллективом, шутим, смеемся, отмечаем, говорим друг другу добрые слова, подводим, наверное, какие-то итоги. Сколько всего у нас в городе средств массовой информации? Да, к сожалению, время диктует свои условия, и масс-медиа подвержена также изменениям, и средств массовой информации становится меньше, в каком плане и каких средств массовой информации, меньше, конечно, стало печатных изданий. Информационно насыщенным и рассказывающим о событиях жизни города, поднимающим проблемы, по сути дела, является одно периодическое, которое выходит еженедельно два раза в неделю, и которое выходит один раз в год. Это газета «Выбор» и журнал про молодежь. И еще у нас есть одна газета, которая выходит один раз в месяц, но она больше краевого значения, это бизнес-газета. Действуют и другие средства массовой информации, это Артемовское городское телевидение, есть радио, авторадио, радиодача, радио АВН. То есть вполне достаточно источников самых разных. Вы считаете, что этого достаточно для такого большого города, как Артем? В принципе, я считаю, что этого достаточно. Если появится какое-то новое издание, и оно займет свое место, найдет своих слушателей, своих читателей, своих телезрителей, то почему бы и нет? Сейчас интернет и социальные сети зачастую заменяют средства массовой информации. Газеты и телевидение несут ответственность за каждое сказанное слово. Вплоть до уголовной. Вот это и есть самое главное отличие. А вот в интернете, да, можно сказать все, что угодно, и тебе ничего за это не будет. Вот это и есть самое главное отличие. Потому что средства массовой информации, это те издания, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре. Они попадают под закон о средствах массовой информации. Подряд других законов. И действительно, каждый работник СМИ несет ответственность и гражданскую, и уголовную, и моральную, и этическую за сказанное слово. Все больше и больше значения, больше влияния приобретают социальные сети. И порой о каких-то новостях мы сначала узнаем из новостей в Инстаграм, там, или в Фейсбуке, а потом уже через средства массовой информации. Или информационное агентство, у нас сейчас очень большой популярностью, также пользуются информационные агентства. Но уже и соцсети забивают уже эти информационные агентства. Потому что все же в телефоне. Телефон открыл, посмотрел, да, пролистал ленту Инстаграма или Фейсбука, посмотрел, с новостями ознакомился. Но это как раз-то и таит в себе опасность в том, что очень много появляется недостоверной, непроверенной информации, которая выдается за то, что это есть на самом деле. Предположения выдаются за факты. И самое главное, что никто за это не несет ответственность. Да. Нас, конечно, вот нас, как работников, средств массовой информации, это очень волнует и беспокоит. А еще больше беспокоит, наверное, абсолютная безграмотность большинства комментариев в социальных сетях. Это дает возможность полагать, что респонденты, которые пишут, они не владеют темой. Они не знают, о чем они говорят. И просто берут информацию от какой-то, с потолка или, ну, может быть, кто-то из головы. И выставляют ее на всеобщее обозрение. Можно ли это назвать средством массовой информации? Это средство самореализации одного конкретного безграмотного человека? Конечно. Это ни в коем случае не средство массовой информации. Конечно, у нас появляются сейчас, есть такие паблики, которые выдают себя, называют себя информационным ресурсом, поставщиком новостей. Но, как правило, вот такие порталы, они не являются создателями собственных новостей. Они берут это с разных источников. Вот, например, у нас управление информацией, мы, как органы администрации, мы обязаны освещать деятельность не только администрации Артемовского городского округа, но и все, что происходит у нас на территории. И мы это делаем. И мы оперативно выставляем свои новости и на сайт, и в Инстаграм Артему округу. И наша новость тут же тиражируется по разным другим. Это, конечно же, хорошо, потому что пусть люди больше узнают позитивных новостей, актуальных новостей. Но часто многие нарушают, даже не делают ссылку. В связи с этим, мне кажется, очень актуально становится вопрос. А нужна ли цензура? Цензура мы все в свое время, в советское время, проходили через цензуру. И не хотелось бы возвращаться, честно скажу, к тем временам, потому что порой это было слишком жестко. Мы не знали, что у нас падали самолеты, мы не знали, что у нас где-то что-то взрывается, где-то что-то происходит. Все у нас было гладко, хорошо и прекрасно. И поэтому цензура чревата как раз-то вот таким запретом на многие темы. Здесь, наверное, нужна не цензура, а какие-то законы, которые бы регламентировали деятельность именно в социальных сетях, именно в интернете. Не только средств массовой информации, а вот тех, кто не является таковыми. Вот эти информационные источники. Если будут они нести ответственность за лживую информацию неправдоподобную, за оскорбление, за то, что они не убирают комментарии с матами, с оскорблениями и прочее, если они будут нести за это ответственность, тогда, наверное, будет больше порядка. В Артеме всегда работали очень сильные, талантливые журналисты. Достаточно вспомнить Михаила Матвеева, Сергея Манина, Ивана Гаммана. Кого еще сюда можно? Любовь Вазьян, Валентина Забава, Лариса Тимохина, Лидия Минина. Да, всех, кого вы назвали, их воспитал Советский Союз, журналистика Советского Союза. У вас нет ностальгии по тем временам? У меня, конечно же, есть ностальгия по тому образованию, которое нам давали в свое время. Дальневосточный государственный университет, который сейчас ДВФУ. Там работали действительно корифеи, там работали люди не только теоретики в сфере журналистики, но и практики большие. А что сейчас не так? Сейчас совершенно другой процесс обучения. Чтобы быть преподавателем, нужны какие-то звания, есть ограничения. Просто маститый журналист, у которого практика большая, за плечами, в средствах массовой информации, там и не только, может быть, и в органах власти, он не может прийти в университет и начать преподавать начинающим журналистам основы журналистики. И поэтому мы видим, мы об этом, кстати, поднимаем эту проблему на каждом медиафоруме о подготовке кадров, потому что это действительно сегодня проблема. И порой бывает, Александр Иванович, ну вы сами тоже, наверное, это знаете из практики, порой бывает так, что те, кто не получил журналистского образования, а учился в других вузах, даже в технических вузах, становятся порой более такими лучшими, наверное, журналистами, чем вот те, кто получил журналистское образование, вот уже сейчас в наше время. Конечно же, сейчас любое средство массовой информации стремится быть первым. И вот я слежу за информационными агентствами, всегда начинаю свой рабочий день с того, что просматриваю ленту, новостную ленту информационного агентства, будь то Примомедиа, там, или Дейтеру, Восток Медиа, и даже вижу, кто как быстрее из них стремится подать информацию, потому что сегодня быть первым – это важно. Для простых потребителей информации, им, я думаю, что все равно, кто выдаст первым, да, главное, чтобы это была информация, правдивая и правильная информация. Ну, порой это не всегда так бывает. Вы, наверное, правильно сказали – быть первым. Сейчас все решает рейтинги, количество продаж, и в таком случае, мне кажется, необходима поддержка для средств массовой информации, поддержка на уровне государства, поддержка на уровне местных органов власти. Иначе официальные СМИ, ну, просто не справятся с тем потоком информации, которые мы получаем через интернет. В чем выражается эта поддержка? Есть ли она вообще? Вот смотрите, Александр Иванович, здесь тема, конечно, такая непростая. Вот вы говорите о поддержке, да? А кто-то, кто-то ратует за то, чтобы вообще не было никакой поддержки, что средства массовой информации должны быть независимыми. И в чем сегодня обвиняют многие средства массовой информации в том, что они, получая такую государственную поддержку, якобы находятся там под чьей-то властью. Мое глубокое мнение, я считаю, что сегодня без поддержки органов власти, государства, муниципалитета, края, средства массовой информации не в состоянии выжить. Потому что я очень тесно общаюсь со всеми, с очень многими средствами массовой информации. И говорит сегодня о том, что они должны быть свободны, что они должны быть независимы. Да, они должны быть свободны, независимы, но они сегодня просто элементарно не выживут на свои собственные средства. Вот возьмем небольшой коллектив Артемовского городского телевидения. Давайте возьмем. Операторы, журналисты, монтажеры, рекламная служба и прочее, прочее. И как сегодня выжить коллективу, там, например, из 20 человек, при этом платить налоги, приобретать оборудование и прочее, прочее. Каким образом? Естественно, существует система госконтрактов, муниципальных контрактов. И если там тоже Артемовское городское телевидение выигрывает муниципальный контракт и освещает деятельность местных органов власти, в этом нет ничего плохого. Они делают свое дело, и точно так же они освещают деятельность и все городские события, которые происходят на территории Артемовского городского округа. Возьмем нашу муниципальную газету «Выбор». Это тот орган, который обязан публиковать нормативно-правовые документы. Сегодня любое постановление главы, любое решение Думы вступает в силу только после того, как оно будет опубликовано в газете «Выбор». Естественно, что газета должна, она же тратит очень большие деньги, точно так же верстка, типография, налоги, зарплата и прочее, прочее. На что будет существовать эта газета? На что она будет это все выпускать? Конечно, это все должен оплачивать орган местного самоуправления. И мы оплачиваем в муниципальной газете «Выбор» именно ту официальную информацию, которую они публикуют. Это и дает возможность газете существовать, газете развиваться, поднимать другие темы, освещать всю деятельность Артемовского городского округа. Второй год уже перестала выходить газета «Артем плюс». Мы очень хорошо знакомы с главным редактором Владимиром Петровичем Немовым, когда-то учились вместе в университете. Профессионал, хороший журналист, но он вынужден был закрыть свою газету. Сейчас существует поддержка, краевая администрация делает гранты для всех районных городских средств массовой информации. Ведь, ладно, у нас большой город, да, город Артем, а возьмем глубинку, возьмем север, да там порой газета района является одним источником информации, откуда черпают все новости. Поэтому, конечно, нужна поддержка, однозначно. В чем вы видите перспективы развития средств массовой информации в нашем городе в будущем и есть ли они вообще? Сегодня, как бы там ни было, какие бы там ни были бы социальные сети и прочее, средства массовой информации несут объективную, достоверную информацию. И поэтому мир мы должны познавать, и мы его познаем и видим, в том числе через средства массовой информации. Каким я вижу наш рынок, да, масс-медиа? Мне бы хотелось, чтобы было побольше эфирного времени у Артемовского городского телевидения, чтобы было побольше подписчиков у газеты «Выбор», потому что, к сожалению, газета сталкивается с тем, что подписчиков остается все меньше. Почему-то перестают жители подписывать нашу местную газету. Хотя, как бы там ни было, какие бы ни появлялись в интернете и разное новое издание, газета есть газета. Это история, да, это то, что у тебя сохранится навсегда на долгие годы. И мне хотелось бы, конечно, чтобы наши артемовцы поддержали свою местную газету и выписывали все-таки. Вот, вы знаете, я приведу такой пример. Вот в Ханкайском районе газета, там гораздо меньше населения, там тираж 3,5 тысячи. И у нас, Артем, 116 тысяч населения, и тоже тираж 3,5. В год мы вступаем с новыми силами, с новыми возможностями, с новыми планами, с новыми задумками. Я думаю, что также по-прежнему наши артемовские журналисты будут на пике всех новостей, будут также доносить информацию, будут поднимать проблемы, потому что очень часто, вот информационные часы мы когда проводим с главой города, ведь журналисты, вы же Александр Иванович, знаете, прекрасно, да, задают те вопросы, которые им адресуют жители. И порой именно эти вопросы становятся поводом для какого-то разбирательства, для принятия какого-то вопроса, для принятия какой-то проблемы. Потому что сегодня очень важна вот эта взаимосвязь с жителями, с общественностью. И вот те вопросы, которые общественность поднимает, то же самое, они через средства массовой информации, они потом становятся предметом каких-то муниципальных программ, решения каких-то очень таких важных вопросов. Ирина Александровна, у вас сейчас есть возможность вспомнить не то, что было там 20 лет назад или 3 года назад, а вот здесь и сейчас, день печати. Мне хочется от всей души поздравить всех, кто причастен к работе в средствах массовой информации. Это не только журналисты, это и корректоры, это и верстальщики, это и видеооператоры, это и все те, кто создают такой важный контент, важный продукт, как средства массовой информации. Пожелать хочется мне стабильности, благополучия, высокой зарплаты, потому что, к сожалению, у работников средств массовой информации недостаточно высокая заработная плата. И о нас, о работниках СМИ, почему-то всегда забывают, когда повышают заработные платы бюджетникам, и почему-то СМИ к этому не относятся. Мы тоже поднимаем эту проблему на уровне заседания Союза журналистов Приморского края. Доброго здоровья и удачи в делах. А мне хотелось бы добавить, чтобы у нас, у журналистов, никогда слово не расходилось с нашим делом. Это была Ирина Александровна Шпак, начальник управления прессой информации, администрации Артемовского городского округа. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. До новых встреч в эфире.